Во время дежурства на улицах Никольска сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили, что на улице Советской из-под капота припаркованного лесовоза «Урал» шел черный дым. Под ним был оторван шланг, обмотан тряпкой, которая была в солярке, и масло-гидравлический шланг горел, как фитиль. Вскоре остановились и приняли меры к тушению сразу. При детальном осмотре места происшествия полицейские обратили внимание на то, что ветошь была обмотана легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, что указывало на попытку умышленного поджога. Когда полицейские проводили оцепление места происшествия, к ним подошел местный житель, который оказался свидетелем. К ним подошел гражданин, который сообщил им о том, что видел другого гражданина, который длительное время находился рядом с данной автомашиной. После тушения пожара сотрудниками ППС были приняты меры к поиску гражданина, совершившего поджог данной автомашины. По приметам предполагаемого злоумышленника нашли довольно быстро. Мужчина 1968 года рождения находился в состоянии опьянения, а его одежда была испачкана горюче-смазочными материалами. Кроме этого, на месте происшествия были обнаружены и другие улики, указывающие на его причастность. Обнаружили под автомобилем «Урал» следы горения. Там был шланг с горючей-смазочными материалами, на шланг был одет в ветош, потом выяснилось, что это перчатка. В ходе осмотра места происшествия еще были обнаружены следы обуви. Рядом с топливным баком, непосредственно откуда был взят ГСМ, рядом с баком были обнаружены следы обуви. В ходе дальнейшей работы с ним была установлена его причастность к совершению данного преступления. Гражданин дал признательные показания, сославшись на то, что владелец автомашины «Урал» должен ему незначительную сумму денег, и ввиду этого в нем возникла обида, и он решил ему просто-напросто отомстить. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкции статьи предусмотрены наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет.